Субтитры делал DimaTorzok 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 Спортил DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Дмитрий Два arguments Субтитры делал DimaTorzok Удар по воде получился Дмитрий Два Вот A3 Что опять. Я одна вопрос Как-то перекрутиться, как на c3, а4 и конь там будет провисать, да, слон должен на этой диагонали оставаться. Уже, правда, можно будет на d5 взять дважды, два раза. А, интересно, ладей f5, нигде. Ладей f5, ну, Саша, да. Ну, это так, это жутко. Ну, просто хочется... Не, ладей f5 прекрасный ход, ферзь бьет b2, я бы ответил. Не, ну, там gf. Да, ладей f5, это же под сколько боев ты подставляешь, ферзь бьет b2, да. Ну, видишь, какой компьютерный хлад в игре, Карлсон. Угрожает, кстати, а4 просто. Ну, к e7, да, ничего, сейчас надо как-то... И на b5 взял, да? Ну, там на f6, тяжелее, пешка потеряется. Ну, пусть слон a8 отверг. Слон a8 я бы отошел. А8. Конечно, а что? Слон должен работать, конечно. Комби тf6, вообще безнадежно в белых позициях, если я не зеваю мат. Е5 какой-нибудь там, нет? Ферзь б2 все-таки. Е5, конь d5. Да, вот е5, правильно, правильно. Там, правда, ладья теряется. Ферзь g5. Нет, сначала надо на ферзя перевести. Ферзь g5 и на король g7 какой-нибудь, тогда уже е5. А если конь g8 сейчас? Все же хорошо не бывает. Ну, ферзь e5, похоже, сдаться. Он бьет е6 где-нибудь. Ну, ферзь e5, это консолидирующий ход. Ну, ферзь e5 и d5, и как-то... Ладья бьет f7. Ладья f7. Конь g6, ферзь d8, ферзь a8. Браво. Конь g3 в конце варианта. Итак, конь g6. Нет, не проходит, обж... Ну, все равно, Саша, это будет интересно. Ну, красиво, конечно. Погибает так спи... А, нет, подождите, конь g6 же вилка. Вилка просто. А, ферзь же выигрывается. Все. Ура. Что ура? Ферзь h5 есть ход. Подожди. Ферзь h5. Ну, не все сразу. Значит, надо дальше. Ферзь h5, ладья бьет е4. Ну, где-то ладья f8 может быть в промежутке, да? Да. Ладья е4, нет, ладья е4, ладья бьет f7. Блестяще. Просто обыгрываем карты. Ладья е4, ладья f7, конь g6 и ферзь d8, тут что-то есть. Итак, ферзь h5, ладья е8, ладья е8, ладья е4. Нет, ферзь h5, может быть, все-таки ладья бьет е4. Но ладья е7, конь g6, шах, и ферзь бьет d8. Нет, нет, вот ты говоришь ладья е4, я просто взял на h4. Ладья е8, ладья е8, ладья бьет h4. И конь уйдет оттуда? Конь g6 угрожает. Ага, прекрасно. Ну что, вечный шаг, кажется? О, испугался. Испугался Магнус. Ага, страшно стало. Вот как мы засушили его. Да, у нас сейчас... Ничего сделать не может. Да, ну ничего, к сожалению. Да. Так, 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 покажите досочку. Ай-яй-яй-яй-яй. Да, нервно, нервно, нервно. Нервно, нервно, да. Ну, крутит пешку нетекучно. А конь же... Ну, как-нибудь нет, то что тут, конечно... Смотрите, за 26 секунд трудно тут что-нибудь понять. Сложно. Ой, сложно, сложно. Не надо. Ну, придется на ничего соглашаться. Давай, соглашайся. Лидерначев еще... О! Ладья й1. Никаких. Взял-взял ладья бьет f7. И конь g6. И все. И шаг на h4. Да, на h4. Нельзя брать на g6. Ну, между прочим, позиция... Так, и... И... Две ладьи, ферзь, конь, так... По-прежнему не сахарное дело. Ладья f1 угрожает. Ладья f1 и конь g3. Ох, вот это он не учел. Вот это конец. Ферзь h4. Или ферзь a5. Правильно. Нет, ну конец. Ферзь и конь сейчас будут крутить. Ай, какой Сергеич, Александр. Ах, как бы открутить. Так. Все. Все. Все начинается сначала. Да, партия только начинается. Продолжается. Борьба к h8. Хочется сделать укрепляющий ход. Слон на бет и умер, но слон на a8 тоже, кстати говоря. Все. Карстон проиграет. Он очень нервничает, и времени уже меньше. Шаманишь, матушка. Так, а что? Ферзя надо держать поближе к вражескому королю. Это правильно. Слон на а8 на c2. Так. Ах, не пустили. Конь g5. Конь g5 съел. И пешка пошла. Е4, да? Ферзь f6. Ферзь h8. А конь бьет h7. Потому что что-то должно быть. Конь бьет h7. Сразу? А, нет. Нет. Владя g7. Ну да. Ну вот е3 угрожает. Страшная угроза. Слушай, что делать? Вот говорят, что ферзь и конь — это волшебная комбинация. А где? Вот как-то они... Странно, почему не Е3 сыграл? Я что-то не очень понял. Ферзь 4, король и аж 8. Нет. Не проиграет. Он блестяще играет, король и аж 8. Да. Вот мы бы с тобой проиграли бы эту позицию уже раз 5. Да. Что-то он там и камень. Ну попытка поставить вечный шаг, видимо. Как нервничает Морозеевич. Ну как, просто ужас какой-то. Руки просто дрожат. Ну король g8, и что? Он g8. И, к сожалению, на ферзь G5 выигрывает сразу ладьер G7. Конь аж 6 мат угрожает. Угрожает конь аж 6 мат. Вот оно. Опа. Есть и конь. Опа. Аж 5. Сдался. А что, все, да? Фантастика. Аж 5, конь, это есть 7 шаг. Гениально. Да. Ну я же сказала, что выиграет. Правда. Скажем честно, мы почти ничего не поняли в этой партии. Мы поняли отдельные моменты. Но даже этого нам хватило... Мы поняли отдельные моменты. Поняли отдельные моменты. Даже этого нам хватило для большого удовольствия. Отгадали, отгадали. Вот это блиц-сват. Может быть, надо смотреть Мразевича до самого конца? То есть он сейчас поймал. Крамник Мразевич, следующая партия. А, Крамник Мразевич обязательно будем смотреть. Мы продолжаем. Идем на перерыв и ждем партии Крамника Мразевича.